Всем привет! Меня зовут Ирина. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Если вы здесь первый раз, то вы попали на канал, посвященный вязанию. И здесь мы с вами что-то вместе вяжем, разговариваем о вязании. Сегодня я хочу вам предложить разобрать вязание вот такого вот узора. Он очень простой и в то же время достаточно эффектно будет смотреться. Им можно связать шарф, шапку, можно использовать в принципе хоть для чего, на что хватит вашей фантазии. А джемпер, мне тоже кажется, можно, интересно будет связать, тем более, что можно даже делать его двухсторонним. Потому что узор двухсторонний. Это одна сторона и вот это вторая сторона. Значит, что касается рапорта узора. Значит, рапорт узора составляет 3 петли плюс 1. Значит, для того, чтобы посчитать количество петель, которые необходимо набрать, вы учитываете 3, чтобы у вас делилось на 3, плюс 1 петля. Для симметрии и в данном случае еще 2 кромочных, да, то есть эти кромочные не входят в счет этих петель. И высоту всего 2 ряда составляет рапорт. Так, давайте начнем вязать. Значит, первый ряд. Кромочную петельку я снимаю. Дальше начинаю вязать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Перед кромочной у нас с вами должна быть лицевая петля. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот у нас остаются 2 петли, кромочная, да, и еще одна. Вот она у нас должна быть лицевой. Как раз вот мы провязали изнаночную, провязываем лицевую. И кромочную я провязываю изнаночной. Все, первый ряд мы провязали. Разворачиваем наше вязание. И вяжем второй ряд рапорта. Снимаем кромочную петельку. Начинаем вязать с 2 лицевых петель. 2 лицевые. Дальше вяжем 3 изнаночные. 3 лицевые. И дальше мы будем чередовать до конца ряда 3 лицевые и 3 изнаночные. 3 лицевые и 3 изнаночные. Пока у нас не останется в конце 3 петли. 3 лицевых провязала. Дальше 3 изнаночные. 3 лицевые и 3 изнаночные. Вот, у нас в конце ряда остается 3 петельки. Мы должны закончить ряд двумя лицевыми петлями. И у нас остается кромочная, которую я провязываю изнаночной. Все. Повторяем с первого ряда. То есть, один ряд мы начинаем с лицевой. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Заканчиваем лицевой. Второй ряд мы вяжем 2 лицевых. Дальше уже идем 3 изнаночных, 3 лицевых. И в конце ряда мы должны будем закончить двумя лицевыми петельками. Все. Вот такой вот, вроде бы, простой узорчик, но в то же время он может придать какую-то оригинальность вашему изделию. Вяжите с удовольствием. Если вам понравился этот мастер-класс, то не забудьте поставить пальчик вверх. Для меня это всегда очень важно. Напишите в комментарии, видели ли вы когда-нибудь такой узор. Может быть, вы его даже использовали в каком-то изделии. Я сегодня буду с вами прощаться. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok